Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Я даже не знаю, что там у вас есть, я думаю, что там что-нибудь плохое, а все эти лучше много и не дают. И мы же не спрашивали, я вас не выяснял, что у вас там в жизни как-то. Ну, зря-то вы совсем уж плохое не положили тут. Может, что-нибудь хорошее есть, а может, что у вас там драгоценность, я тут это знаю. Я же когда-то в мешке беру, поэтому я не могу больше говорить, ни в этом смысле не было. Вообще, это тоже непонятные вещи, то есть я хочу сказать, что даже те вещи, которые широко распространены, и те понятия, которые широко распространены, они представляют собой непродуманные понятия. Ну, начнем вот, я вот, хорошо не затрону, я это засыплю и давайте, если закончим тогда вот с этими вторыми, которые к нашему делу прямо не относятся, но относятся к нашему обществу современному. Так, у нас общество, которое, как сказали, или как говорили, что мы пришли на рынок, а рынок знает, что такое. Ну, чтобы знать, что такое рынок, надо знать, что такое деньги, что такое доллары. Согласны? Это еще более сложное дело. Ну вот, давайте по порядку, значит, обмен. 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 Если я вам что-либо дам, вы мне дадите, обмен? Нет. Потому что я могу вам на 1 мая вот подарить светочек, а вы мне на 9 мая. И это будет, что же, взаимная передача, чего-либо принадлежащего другому субъекту. Но не будет взаимообусловленной передачи, правильно? Я вам светочек подарю где-то какого-то условия. Правильно? Не всем, так как. А вот если я вам подарю на 1 мая, что вы мне на 9 подарите, это тоже будет, что? Взаимообусловленность. Поэтому, когда говорят об обмене... То есть не просто так вот я у вас... А вот если я вам дам какую-то сумку, средства или какой-то предмет, то есть мы должны поставить условия, а не просто так. Я даю вам, если вы мне отдаете их на основе взаимного договора и соглашения. Можно так написать, что обмен – это взаимный. и взаимообусловленная передача чего-либо принадлежащего другому субъекту. Обмен – это взаимная и взаимообусловленная передача чего-либо принадлежащего другому субъекту. Это взаимная и взаимообусловленная передача чего-либо принадлежащего другому субъекту. Ну, это такое широкое определение, потому что под него выпадает, например, обмен речами. Я выступил встречу и вы выступили встречу. Но я выступил встречу, потому что предполагается, чтобы побудить вас в выступлении встречи, а вы тоже выступаете в связи с моим выступлением. В этом случае есть взаимная и взаимообусловленная передача чего-либо принадлежащего другого субъекта. А может быть так, что обмен речами есть, а обмен речами нет. Обмен речами будет, потому что я не встречаюсь, а кто это читает, а кто это читает. Обмен речами нет, то у нас может приведет такое данное мысль. То есть это мысльный полимерат тем, кто выступает в совещании, а не полимерат тех, кто написал обречу. Есть другое определение обменом, которое сходится к тому же сам. Мы уже относимся к материальным предметам, взаимное отчуждение продуктов труда и иных объектов. Собственности на основе свободного переговора или соглашения. Ну вот в нашем с вами примере, так сказать, мы с вами не договаривались, что я буду забирать. Это вот хотите, отдадите, хотите, не отдадите. В зависимости от того, что я вам предложил, правильно? И вот если у нас состоится этот свободный договор, а если вы у нас начальник, вы скажете, отдайте ему то, отдайте ей то, тогда у нас не свободный договор, а идет, так сказать, другое действие. Например, если вы возьмете общественную собственность, вот при социализме, есть разные государственные предприятия. Значит, с одного предприятия что-то поступает на другой. Обмен там есть? Нету там обмена, потому что все поступает по плану, и они собственность не покидают. Они как были объекты общественной собственности, они переходят на другое предприятие. Скажем, материалы, оборудование, да? Они как были в общественной собственности, так и в общественной собственности. Поэтому при социализме обмена нет, соответственно, товарами предмета не является, поскольку товар, теперь товар это продукт, производимый для обмена. Производимый для обмена. Производимый для обмена. Вот представьте себе, у кого-то есть подсобный какой-то участок. Он производит там огурцы. И вот большой урожай огурцов. Он обычно эти огурцы получает, солит, закатывает в банки и зимой открывает. И вместе с родственниками или знакомыми, так сказать, вместе с картошечкой, хорошее получается дополнение к обычной еде. Так? Этот товар? Нет. Потому что он не произведен для обмена с кем-нибудь, а произведен для удовлетворения своих собственных потребностей. А получилось, что в один прекрасный год вдруг втрое больше уродилось огурцов. Ему столько не надо. Он по-прежнему столько, сколько обычно закатал в банки. А остальные вынес на рынок, вынес на продажу, на обмен. Обменял на что? На деньги. Тогда или просто обменял на другое. Я вам огурцы, вы мне яблоки, у вас яблок большой урожай. Я вам огурцы, а вы мне яблоки. И мы договорились, что вот я вам корзину огурцов, а у меня корзину яблок. Все. Состоялся обмен. Значит, я-то огурцы производил, вообще-то эти огурцы не для обмена. Но они поступили в потребление к вам через обмен. Поэтому еще одно из определений товара, самое простое, самое слабое, это продукты, поступающие в потребление через обмен. Вы и не думали со мной обмениваться, просто получилось, что у вас много яблок в этом году. И я не собирался эти яблоки потреблять, но так получилось, что они, вот эти яблоки ваши, перешли в потребление через обмен, а не товар. А и огурцы мои к вам перешли через обмен, они тоже товар. А если вот потом вы задумаетесь, они производители, у меня больше яблок, еще такие найдутся, как я, и будут у вас их брать, раз они пользуются интересом, спросом. А вот если вы будете их уже производить для обмена, то получится уже определение, вот первое у вас работает, что они товары, потому что они производятся для обмена, это уже более сильное. А вот согласно второму определению, товарный обмен предшествует товарному производству. Почему? А никто не собирался производить товары, просто так случилось, что встретились люди, у меня корзина, у вас яблоки, давайте меняться. У меня две корзины, а у вас яблок на две корзины, вам их яблоки не вынести, а мне корзину вторую некуда девать. И я с вами поменял одну корзину на половину ваших яблок. Но и корзины я плел, просто потому что, во-первых, это интересно плести корзину, во-вторых, на свежем воздухе, на солнышке и как раз хорошая ива была, ивняк. А у вас хорошее урожай яблок, или вы как раз только что собрали яблоки все, и у вас их много. То есть вы не собирались ни с кем их обменивать, но потом обменяли. А уж потом вы задумались, а не сделать ли мне на будущий год специально еще яблоки, призаготовить, чтобы обменять их. Вот тогда уже это называется товарное производство. Товарное производство – это производство товаров, то есть производство для обмена. Вот теперь встает вопрос с нами неизученный. Товарное производство – это производство товаров, то есть производство продуктов для обмена. Знаете, такая есть поговорка, сам бы ел, да деньги надо. Вкусно, я вам рассказываю, рекламирую свою продукцию, говорю, вот оно, товар, что я рекламирую. Сам бы ел, да деньги надо. То есть я его не для себя произвел, а вам отдаю. Вот, берите, вкусно, хорошее. Сам бы ел, да деньги надо, деньги от вас. А что такое деньги? Деньги – это товар или не товар? Эквалент товаров. То есть эквивалент товаров, который не товар, эквивалент товаров, или эквивалент товаров – товар, который еще и эквивалент товаров. Вот вы же как-то что-то давайте, разберитесь. Второй вопрос. Это деньги? Почему вы решили, что это деньги? Как вот вы, мне непонятно, как вы рассуждаете. Вы не знаете, что такое деньги. Так? И вдруг вам какой-то жулик достает какую-то бумажку, а вы говорите, да. Почему вы говорите, да, если вы не знаете определения, вот как можно сказать такое? Вы же знаете сейчас, вы у меня паспорт проверяли, нет? Сейчас многие, представляете, с профессорами приходят начинать что-то говорить, а люди вот слушают, их верят. Мошенники как действуют? Мошенников знаете определение какое? Мошенничество, злоупотребление, доверие. Их много. Поэтому не торопитесь. Почему вы решили, что это деньги? А я скажу, что это бумага. Это неправильно? Разве не бумага? Ну, хорошо, светная, с картинками. Вот тут картиночки есть. Какие картиночки? Это ленинградские картиночки. Понимаете? Это что такое у нас? Это у нас бывший военно-морской музей, из которого при перевозе украли миллиард денег. Теперь сидит директор, который занимался перевозом. А куда перевезли военно-морской музей? На Крюковканал. Ведь теперь вот люди... А здесь вот как раз расстральные колонны, здесь приходят иногородние, как раз экскурсии бы вести. А теперь куда-то загнали на Крюковканал музей. А здесь что? А ничего плоха. Собирается сделать филиал. Ну, какой-то музей, принадлежащий армитажу. Может, музей Геральдики. А пока там, если вы на фасад посмотрите, поскольку там он бесхозный, никто не занимался даже отоплением этого музея. А нет, ничего там нет. И все экспонаты перевезли. Ну, там осыпается штукатурка, и вверх затянут на зеленую клеточку. Это красиво. Это лицо Ленинграда, Санкт-Петербурга. Вот оно даже на этих бумажках. Но если на этой бумажке нарисовать, то если нарисовать такие бумажки, будут деньги? А вот здесь нарисована как раз расстральная колонна, и там дальше видно, что Адмиралтейство. Нет, там Исааки. Там Петропавловская крепость. Петропавловский собор. Можно написать 50. А что, если я напишу 5000, то это будет что, труда? Намного больше, если написать 5000. Вот намного больше труда будет стоить вместо нарезать покрупнее, покрасить другой краской и написать 5000. Как вы считаете? Не сильно, да? Какая разница? Вы же представляете, ну так наберем это и будем печатать, а другое напечатать этих бумажек. Сколько угодно. Почему это вы решили, что это деньги? Почему вы такие доверчивые, что вы наверяете всяким лицам, которые утверждают, что это деньги? А мы с вами считаемся историками. А историки должны знать, что деньги сначала были. Какие первоначально были в качестве денег? Что выступало? Вспомните, напрягите своей головой. Там даже кусочки кожи выступают. Вот, кусочек кожи. Если она хорошая, да? Дальше, значит, вот врачи были, песцы, вот так. У меня сейчас телефон здесь приторочен, а могли бы тут вот. Я бы с вами сейчас бы так, да, вот у меня вот это деньги. А что значит деньги? Песцы, почему они выполнили роль денег? Потому что они легко их брали. Потому что вы всегда, может, они сам не нужны, этот песец, но другому отдадите. Вас всегда возьмут. Правильно? То есть это товар, который обладает свойством всеобщей обмениваемости. Все с удовольствием его берут в обмен. Вот такой товар, который обладает свойством всеобщей обмениваемости, называется деньгами. Товар, который обладает свойством всеобщей обмениваемости. Это вот были шкурки зверей пушных, да? А вот слово рубль вам ни о чем не говорит? Что значит рубль? Что рубили? Товарищи историки. Кто у нас историки? Вы или я? У меня, правда, тоже диплом есть, историк. Ну, по переподготовке. О, рубль. Это что означает? Не задумывались, надо понять. Ну, ясно, что это что-то рубили. Что рубили? Отрубали кусочкой... Чего? Серебра. Вам рубили трубить кусочек серебро? Серебро было в ходу? Оно обладало свойством всеобщей обмениваемости? Обладало. А фунты стерлингов? Ну, это примерно то же самое. Фунты. Фунты – это же и дни совеса. Отсыпать вам стерлингов. А потом, теперь был такой период, когда началось земледелие активное, и какой товар мог стать обладать свойством всеобщей обмениваемости? А вот мельничные круги каменные, каменные круги, потому что всем нужны, потому что у кого есть, тот может муку смолоть, а если может смолоть муку, у него будет хлеб. Если у вас нету, вот вы их с удовольствием бы взяли. Поэтому в качестве денег, например, вот эти мельничные круги выступали. Только их в кошелек, единственное, не половушка, понимаете, да? Вот на нем написано, моя фамилия была Попов. А если я вам что-то у вас купил и отдал вам этот мельничный, вы мою фамилию Попов-то сотрете и напишите теперь свою фамилию. Он как стоял, этот мельничный, на этом месте, он так пусть и лежит. Но это уже важно. Обмен состоялся? Вы мне то, что я у вас взял, а я вам мельничный колесо. Мельничный круг. То есть деньги – это товар эквивалент. Товар эквивалент, то есть товар, обладающий свойством всеобщей обмениваемости. Вот что такое деньги. Потом, после того, как, потом стали думать о том, какие вот товары заключают в себе больше, так сказать, стоимости, больше богатства при меньшем объеме. Вот все-таки мельничный круг – это не очень здорово. И вот когда стали уже серебро использовать, потом золото. А какой недостаток у золота? Попадет золото не к тем людям, они от него раз кусочек и откусят. А золото же можно отпустить от него. Или отпилить, или отрезать. Поэтому, чтобы этого не делали, начали монету чеканить. Чеканить монету. Монета – это тот же кусок золота, только в виде монеты, там, допустим, номинал, имя государя или герб его и так далее. А потом некоторые монархи, те, которые выпускали монеты золотые, заметили, что если они вот сотрутся, эти золотые монеты, или все равно от них начнутся откусывать, они все равно уходят. Там осталась половина веса, а они все равно так же. Они же нужны, дал монету, а вы на монету купили. Что они обладают таким же свойством, даже будучи стертыми. Они тогда подумали-подумали и стали выпускать, писать на них номинал один – вес. А фактически веса там золота гораздо меньше, чем написано. И оказалось, что эти монеты выполняют эту функцию обмена очень хорошо. То есть они уже тогда решили, а можно без золота обойтись? Давайте, говорит, кого-нибудь сплав возьмем. Вот у нас использовался, например, в России медно-никелевый сплав. Долгое время. Ну, а если мы вообще никель всякий уберем, только сверху сделаем медно-никелевый сплав. Вот тут, как думаете, из чего сделана монета? Из какого металла? Желтый металл? Какой? Какой вы знаете желтый металл? Золото? Нелегко. А что? Бронза? Латунь? Медно-никелевый сплав. Значит, вот у меня есть специальный для телефона чехол. Он на магнитной прищепке работает. Я вот беру этот вот цветной металл и сюда прикладываю. Из чего вы можете сделать вывод, какой тут металл? Это? Если он... А? Железо. А вот про наши деньги, про рубль, говорили, что они деревянные. Это грязная клевета. Деньги у нас не деревянные, а железные. Релезные. Видите как? Но сверху покрытый медный никель у нас справа. Сплавно. Все. Покрыто. Это недавно было сделано. Вот еще двух лет, может, не прошло. А до этого были такие, которые вы представите, к магниту, они никак не... Поэтому вместо кошелька, например, вот можно сделать, магнит повесить и туда эти свои мелкие монеты. Они так будут свисать теперь. Поскольку они все металли сделаны из железа. А потом дальше творческая мысль пошла. А зачем железо? Ну зачем железо, когда можно, например, дать бумагу? Бумага же дешевле, чем железо. Это руду надо добывать. Можешь себе представить, железо зачем? Вот на ней написать 50, то, что я вам показывал. И будьте здоровы. Это что такое? Это будут деньги или это уже не деньги, а представители денег? То есть на эти монеты или на эти бумажки всегда можно получить реальный товар. Можно? Реальные деньги где я могу получить? Я могу пойти купить на эти деньги золотой слиток. На 50 рублей, конечно, не куплю. Но, в принципе, на бумажные деньги могу купить золотой слиток в банке? Знаете, да, продают. Ну и все. Поэтому зачем подвергать золото опасности, что от него откусывать будут, отстригать, отнимать и так далее. Поэтому это представитель. Вот это вот представитель денег. А поскольку он представитель, что старая бумажка ничем не хуже, чем новая. Потому что весь их смысл, чтобы истираться, портиться, рваться, грязниться. И поэтому люди, которые их не принимают, безграмотные, не принимают старые, говорят, ой, у вас такая мятая, такая грязная. Так это же представитель денег, это же не деньги, правильно? Это же не деньги. Ну и вот если он надорван, ну вы заклеите там. А если надорвано, по крайней мере, менее четверти, так и можно и не заклеивать, а обязаны принимать и так далее. А потом время от времени это собирает, это барахло, и заменяет на новый. Может, с теми же номерами. Изъяли эту старую денежную массу, уже некрасивую, сделали красивую. Это стоит гроши по сравнению с номиналом. Это представители денег. Вы, Владимир Владимирович, знаете Путина? Знаете, да? А Лаврова, министр иностранных дел, знаете? Вот Лавров представляет наше государство, в том числе президента он представляет. Но вы не путаете Лаврова и Путина. Так о чем мы будем путать представителей денег и деньги? Это разные понятия. Деньги и представителей денег. Ну вот мы с вами рассмотрели один пример того, что такое понятия истинные, и как они далеки от ходячих, так сказать, расхожих представлений. Теперь мы можем ответить на вопрос, что такое рынок. Для этого надо ответить на вопрос, что такое купля. Купля – это что такое? Покупка. Обмен? Нет. Это прямо предположено. Вот теперь правильно. Чувствуете как? А вы мне хотели продажу выдать за покупку. Значит, обмен денег на товары – это покупка или купля. А обмен товара на деньги – это продажа. А вот сфера купли-продажи и называется рынком. Сфера купли-продажи. Та сфера, где происходит обмен товара на деньги и денег на товар. Это рынок. Рынок относится к сфере производства или к сфере обмена? Сфере обмена. Вот существуют такие фазы воспроизводства общественного продукта. Это производство, обмен, распределение и потребление. Так вот, рынок относится к сфере обмена. И вот когда пишут или провозглашают, мы пошли на рынок или мы идем на рынок, это что значит? То есть, если люди не хотят заниматься производством, а хотят расторговать все, что осталось в России, что значит мы уходим на рынок? То есть, все, только торгуем, а производить ничего не будем. И мы следы этого подхода видим. Много предприятий разрушенных, потому что люди побежали чем-то, что-то расторговывать. А вовсе не производить. Ну вот, на этом примере вы можете убедиться в том, как важно точно и строго держаться понятий. Это вот понятия важные экономические. Ну и, конечно, их нужно знать, потому что, если кто-то у вас, с кем вы будете разговаривать, не будет знать, вы с ним проделаете то же самое, что я сегодня проделал вместе с вами. Да? То есть вы... А что такое обмен? А что такое товар? А что такое деньги? А что такое представители денег? А что такое купли? А что такое продажа? И что такое рынок? И тогда этот весь круг категорий полностью очерчен. А если вы что-то забудете, откройте начальные страницы капитала, там это все и расписано. Капитала Маркса. Все, все эти определения. Ну вот теперь мы должны с вами... Мы с вами ведь другое определение рассматривали, более серьезное определение, относящееся к государству, да? В прошлый раз, что государство – это организация силы, но не просто организация силы, потому что под организацию силы может разное подходить. Организация, а это организация классового насилия, правда? Вот организация классового насилия, которая обеспечивает господство класса, удержание в узде классов подчиненного, обеспечивает подчинение всех членов общества интересам господствующего класса, называется государством. Ну а кроме, значит, господствующего класса есть класс, который не является господствующим. А раз есть класс, есть промежуточный класс, скажем, мелкой буржуазии сейчас есть, значит, таким образом совершается борьба этих классов между собой. Может быть так, чтобы классы имели разные интересы, и какой-нибудь класс не заботился бы о своих интересах, а только о чужих. Как вы себе представляете? Вот, скажем, если какой-нибудь человек заботится только о своих интересах, можно назвать его эгоистом, правильно? Что вот вы заботитесь только о своих, а не думаете о интересах товарищей, родителей, детей, родственников и так далее. Ну, по отношению к классам можно выдвинуть обвинение в эгоизме, что этот класс эгоизм, эгоист. Такие классы бывают, которые бы не заботились о своих интересах. Не бывает. Не бывает, и для классов невозможно выдвинуть такое обвинение в эгоизме, потому что это совершенно естественно, что каждый класс, имеющий свои экономические интересы, борется за осуществление этих интересов. Мы понятие интересов разбирали. Интерес – это такая объективная характеристика его положения, которая показывает, что ему выгодно. И это вполне естественно, что класс борется за то, что ему выгодно, а не за то, что ему невыгодно. Если он не понимает, то вот ему надо разбираться в этом, просвещаться. Значит, в обществе, где есть классы, идет классовая борьба. Только разница в том, в отношении к различным классам, что у одного класса есть, еще есть специальная организация для обеспечения его классовой борьбы, организация насилия. Этот по этому класс называется господствующим. А у других такой организации нет. Но они тоже ведут борьбу. А за что они ведут борьбу? Вот противоположный класс ведет борьбу за то, чтобы отобрать или сломать эту машину насилия, которая есть у господствующего класса, и создать свою, чтобы у него была эта машина насилия. Пример. Вот и рассмотрим буржатную революцию во Франции 1789 года. Какой класс имел в своих руках государственную машину до 1789 года? Во Франции? Какой класс? Чьё было государство? Какого класса? До буржуазной революции. Какой строй был во Франции до буржуазной революции? Что? Шаблодерческий? А какой? Феодальный. Феодальный. Значит, чьё государство было? Феодалов. Вот феодалов. Государство было феодалов. И оно использовалось для борьбы с попытками отобрать эту власть. А в чём состояла революция? В том, что к власти пришел переворот. В отстройке к власти пришел противоположный класс – буржуазия. Теперь буржуазия имеет в руках машину насилия, организацию насилия для проведения своих интересов. А в чём состояла социалистическая революция в России? До социалистической революции… Давайте сразу две рассмотрим революции. Вот в 1917 году было две революции. Одна революция буржуазная. Это значит, в чём она заключалась? До буржуазной революции кто был в власти? Какой класс? В России? У нас? Класс? Класс, конечно. Землевладельцы. А? Землевладельцы. Не понял. Землевладельцы. Землевладельцы. Ну это феодалы. Да? То есть, землевладельцы. Потому что они уже, вот вы это сказали, с учётом того, что уже вроде бы как освободили крестьяна, они, так сказать, не вполне помещики. Уже как бы они землевладельцы. И вот землевладельцы, ну, лишённые уже крестьян в этом смысле, они вот этот класс держал в руках власть. А буржуазия совершила революцию в феврале семнадцатого года, и с февраля семнадцатого года в России образовалось буржуазное государство. Так, дальше. В октябре семнадцатого года к власти пришёл какой класс? Рабочий класс. Он что, отобрал ту машину, которая была, или новую создал? Новую, потому что, как ещё показали Маркса и Энгельса, и Ленин это хорошо знал, поскольку он написал книгу «Государство и революция» прямо накануне этого переворота, в которой подчеркнул мысли Маркса Энгельса, что вот рабочий класс, пролетариат, не может просто взять старую государственную машину, которая приспособлена для сохранения и эксплуатации в Гетене, а он должен сломать, разбить эту государственную машину и создать свою. А в лице Советов Ленин и увидел как раз ту новую государственную машину, которая есть. Но для этого чего нужно было ещё Советам, чтобы, это должна быть организация силы, да, поэтому Советы охранялись Красной Гвардией. Советы создали Красную Гвардию, да, Красногвардейцы. И вот эти Красногвардейцы отразили 23 февраля 1917 года атаку немцев на Петроград, и этот вот день стал считаться днём рождения Красной Армии. А Красная Армия это же инструмент государства, причём инструмент силы, правда? Вот, потом эту Красную Армию стали называть Советской. В войну воевала какая армия, Красная или Советская? Как называлась армия наша в войну? В Великой Отечественной. В Гражданскую Красная, все знают, а в Великой Отечественной как? Красная Армия. Нет, Красная Армия. В Израиле стоит памятник Красной Армии, освободительницы евреев от фашизма. Красная Армия. Потом она стала называться Советской. Стали называться в нём Советской Армией. Потом, сейчас этот день сохранили, но армия уже другая. И представляет, какой класс сейчас. Защищает, интересно, какого класса наша армия? Рабочего класса? Какой класс сейчас у власти в России? Капиталистический. Капиталистический, буржуазный класс с 91-го года у власти. И поэтому, ну как бы его, уж днём Красная Армия уже этих буржуазей как несподручно называть. Днём Советской Армии, поскольку Советов нету, тоже несподручно. Как называется этот день, 23 февраля? Посвященный армии, но уже другой. Как он называется? Неизвестный. День защитника Отечества. А? День защитника Отечества. Вот, защитник. Как будто один был защитник Отечества. А что, один, что ли, был защитник? Даже не защитников Отечества, а один. Защитник Отечества. То же самое с праздником, который... Днём милиции, 12 ноября. Он как сейчас называется? Днём работника внутренних дел. Одного? Ну так называется. Какого работника внутренних дел? Что за работник внутренних дел? Сотрудника внутренних дел, да? Так. Ну вот. Значит, мы видим, что один класс может потерять свою эту организацию. Её могут разбить, уничтожить. А другой раз класс может приобрести. И, наверное, плох тот класс, который не стремится к тому, чтобы завоевать, создать себе такую организацию силы, с помощью которой он может быть господствующим. Правильно? Если идёт классовая борьба, значит, имеется эта самая борьба. За что, следовательно, идёт борьба между классами? Вот её можно сформулировать так, что между классами идёт борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Давайте запишем. Между классами, пока классы ещё есть, идёт непрекращающаяся борьба. Идёт непрекращающаяся борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Как вот эту борьбу назвать, которая идёт между классами, за завоевание, удержание и осуществление государственной власти? Никаких нет предложений, как её назвать. Классовая борьба, политическая классовая борьба. Ну, это близко, да. Политика. Это и есть политика. Это определение политики. Это политика. Это и есть политика. Политика. У Энгельса есть совсем короткое определение политики. Политика – это борьба классов. Но мы просто расшифровали, за что идёт классовая борьба. За завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Осуществляет свою государственную власть для чего? Для того, чтобы обеспечить господство своих интересов экономических. Правильно, класс? Господство. Вот теперь у нас в руках инструмент для решения вопроса о том, как понимать политику. То есть мы знаем определение политики. Политика, классовая борьба, завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Определение одно, а субъектов два. Политики. Один класс, который подчиненный, и другой класс, который является господствующим. У господствующего класса сколько задач, которые надо решать? Посмотрите на это определение. У господствующего класса только две задачи. У него борьбы за завоевание государственной власти нету в задачах, он то, что он ее имеет. Правильно? Значит, у него борьба за удержание и осуществление государственной власти. Вот у нас надвигаются выборы в Думу. Это будет борьба за что? За удержание государственной власти. Ну, надо удержать, поэтому надо провести выборы. Приходите на выборы, голосуйте. Сейчас уже есть новый председатель Центра избиркома, готовится все к этим выборам. Значит, задача выборов для правящего класса состоит в том, чтобы удержать государственную власть. Правильно? В чем задача класса, который не является правящим на выборах? Как вы считаете? Вообще у класса, который не является правящим, три задачи. Завоевать государственную власть, установить свою государственную власть, удерживать государственную власть и осуществлять в своих интересах. Правильно? А вот на выборах какая задача у подчиненного класса? Скажите, как бы вы сформулировали? Вот сейчас выборы будут, какая задача у подчиненного класса в связи с выборами? Ну вот, чтобы нам такую задачу решить, надо еще рассмотреть одно посредствующее вину. А раз классы ведут свою борьбу, то они должны организоваться для этой борьбы. Правильно? А чтобы организоваться для этой борьбы, у них должна быть соответствующая голова в этих классах. То есть у них должен быть передовой отряд. А как называется передовой отряд класса, который организовывает его классовую борьбу? Направляет, организовывает, осуществляет его классовую борьбу? Партия. Партия. Политическая партия. Политическая партия – это авангард класса. Авангард класса. Политическая партия – это авангард класса. Это очень важное определение, потому что некоторые товарищи думают, что это просто берут слово «партия», «партия» от слова «часть», «пад», и думают, что просто можно взять часть класса, это и будет партия. Никак не будет, потому что всегда в авангард класса входят представители других классов. Например, всегда входит интеллигенция в число организаторов борьбы класса, то есть в партию, и она ее и организовывает, и участвует в этом деле. Но для этого от нее требуется стоять на позициях этого класса. Одни интеллигенты стоят на позициях одного класса, другие интеллигенты на позициях противоположного класса. Поэтому и в той, и в другой партии есть интеллигенты. А что касается отдельных лиц, то могут быть представители господствующего класса, которые входят в партию противоположного класса. Примеров надо? Например, ну вот, по социальному положению Ленин кто был? Он руководил, входил в партию рабочего класса. По социальному положению он кто? Дворянин. Дворянин был. То есть принадлежал господствующему классу. Зержинский. Дворянин. То есть, ну, такое бывает. А Энгельс, например, который является идеологом паралитариата, он по своему социальному положению был кто? Что? А? Нет. Нет. Энгельс не дворянин. Энгельс был капиталистом. Моего папу был фабрикант, потом папа умер и передал ему наследство, и он стал фабрикантом. И помогал Марксу деньгами, когда тот дописывал капитал. А потом дописывал за него капитал, потому что Маркс успел обработать, подготовить к печати первый том. А второй и третий тома, обширные гораздо больше по объему, чем первый том, эту работу проделал Энгельс, будучи фабрикантом. Поэтому в отношении отдельных лиц не существует такого утверждения, что вот каждый отдельный человек обязательно защищает интересы своего класса. Например, вот дворяне, которые подняли восстание дегабристов в России, они чьи интересы, какого класса защищали? Они же выступили против крепостного права, то есть они выступили против господствующего класса, а принадлежали к какому классу? Господствующему классу принадлежали. Причем это такое широкое явление восстания дегабристов, правда? Широкое, известное и крупное, которое является крупным таким историческим примером, который показывает примитивизм таких представлений, что вот обязательно в партиях могут быть члены только этого класса. Если бы рабочий класс составил себе только партию из одних рабочих, то, как показал Ленин в книге «Что делать», самостоятельно рабочие по своим условиям жизни, по наличию времени, которое у них есть, не в состоянии выработать научную идеологию. И поэтому они не могут выработать пролетарскую идеологию. Для выработки пролетарской идеологии нужны интеллигенты, которые стоят на позициях рабочего класса. Поэтому вот партия – это действительно авангард класса. Это такая группа людей, которые, а, научно выясняют интересы этого класса, раз. Задачи партии какие? Выяснить интересы класса, осознаёт эти интересы класса, научно их выражает. Вот задача партии. Во-вторых, вносит сознание этих интересов в класс. Вот буржуазные партии должны обеспечить, чтобы у членов класса была буржуазная идеология. Меньше было Энгельсов, а побольше людей, которые действительно стоят на позициях буржуазии. Правильно? Правильная задача такая должна быть у буржуазной партии? Вот если вы будете генеральным секретарём буржуазной партии, вы о чём должны думать? Чтобы там у вас идеологи рабочего класса стояли во главе, или там идеология буржуазии должна стоять во главе? Идеология буржуазии. Соответственно, от рабочего класса, от партии рабочего класса что требуется? Что там были люди, которые тоже сознательно изучают, выясняют научные интересы рабочего класса. Второе – они вносят сознание этих интересов в класс. Это пропаганда. И третье – организовывать класс для борьбы за эти интересы. Вот третья функция партии – организовать класс для борьбы за его интересы. Организовать класс для борьбы за его интересы. Как показывает исторический опыт, если класс не создает, не может создать свои партии, он успеха в классовой борьбе не имеет. Вот сейчас некоторые стонут, в том числе рабочие. Вот у нас, значит, цены растут, у нас зарплата не растет, условия труда плохие. И не просто плохие, а состоялся переход на производстве. От оценки условий труда объективной, с помощью приборов там, выяснили, что это загазованность такая-то, освещенность такая-то, запыленность такая-то. Так, вибрационные воздействия вот такое, электромагнитное такое, и определили, насколько это вредно. И, соответственно, установили класс вредностей. От него оплату. Или какие-то меры компенсационные, там, скажем, что вам полагается пить молоко. И вам бесплатно выдают молоко, а вам не выдают токсин, выдаются на других работах. Кто с вредными веществами делает, имеет действо. Сейчас установлена недавно, с 13-го года, такая соут, специальная оценка условий труда. Это приходит три человека на рабочее место. Это сам рабочий, представитель работодателя и представитель профсоюза. Профсоюзы сейчас, как правило, стоят на позициях работодателя. И говорят, а что у вас, у вас отличный этот курорт, вы тут отдыхаете на работе, какие вам, какая вредность, какое молоко. Мы тут вот зашли, у вас все хорошо. Особенно, когда мы зашли, когда вы не работали. И, скажем, вот у многих работников Ленгор электротранса поснимали эту запись о том, что вредность, они стали меньше получать, ну и, соответственно, хуже жить, и у здоровья их резко ухудшилось. Не говоря уже о том, что вот вы представляете, кондуктор в набитом трамвае, он же целый день там ездит в трамвае. А во время эпидемии, в связи с болезнями, он же все время контактирует с больными, они болеют еще по этой причине. Ну вы-то проехали и ушли, а они-то все время должны оставаться и сновать там. Их заставили ходить и каждому приставать с собой, да, сказать, вон отметили вы там карточку и проверили. Электромагнитным колебаниям они подвержены. И водитель, и кондуктор, ну и так далее. Ну а как добиться того, чтобы улучшить положение класса? Можно это без... Есть партия рабочего класса у нас в России на сегодняшний день? Или закончено ее создание? Нет. КПРФ это партия рабочего класса или нет? Вы думаете, да? Да как о чем она? Она заботится только на выборах, пройти на выборы. А на выборы она по числу голосов получит за каждый голос 120 рублей. Умножит 100 миллионов, если проголосует... Миллион проголосует, будет 120 миллионов. Государство платит каждой политической партии за голос денежки. А что, через выборы разве можно перейти к другому строю? Через выборы. Но нельзя, поэтому а что же выбрать всю эту партию рабочего класса? Что должна делать партия рабочего класса на выборах? За господство. За господство она на выборах, ни по бегняках не получит господство на выборах. Правильно? Потому что если в буржуазном обществе, в большинстве голов буржуазная идеология. Значит, что можно сделать на выборах? Каких-то людей провести в депутаты. Это возможно? Возможно. Раз. Для того, чтобы они имели там парламентскую неприкосновенность, чтобы они имели возможность там выступать. Чтобы они имели возможность предлагать законы. И тем самым разъяснять, что, скажем, предположенный класс, он блокирует принятие этих законов, выступает против этого. То есть агитация и пропаганда где способствуют выборы? Способствует. Во время выборов люди больше интересуются политикой. Значит, можно будет рассказать о деятельности своей. По чем она отличается? По своей программе. Вы видели, что кто-нибудь там представители рабочей партии пропагандировали бы программу своей партии. Вот КПРФ где она пропагандирует? Плакат развешивается. Вот, например, около железнодорожной станции Ланская висит большой прокат, плакат КПРФ красивый такой, с серпом и молотом, что КПРФ защитница человека труда. Тоже один человек труда. Один. Обратите внимание в манер. Один сотрудник внутренних дел, один воин и один человек труда. Рабочий класс-то будет защищать партию, нет? И потом, кто должен кого защитить? Рабочий класс должен защитить партию. Партия рабочей класса или рабочий класс свои интересы должен осуществлять с помощью партии? Как правильно поставить вопрос? Разве может какая-то партия защитить рабочий класс? Можно? Нет. А вот рабочий класс может защитить свои интересы. Для этого его нужно организовать. Посредством класса и борьбы можно себя защитить. В тех формах, которые, так сказать, для него доступны. В частности, например, зубословочная борьба у нас разрешена? Да или нет? Разрешена. Конституция, статья 17, пожалуйста, постойте. В трудовом кодусе процедура оформления забастовки прописана? Прописана. Пожалуйста, постойте. Но если вы не постойте, вам ничего не надо. Ну, пусть вам будет хуже. Если я представитель господствующего класса, а вы представитель подчиненного класса, вам не надо улучшения жизни. Ну, и сидите так. Что, зачем мне вам мешать? Мне хорошо. Я вам право дал – дал. Правда, это право тоже завоевано. Право на забастовку завоевано классовой борьбой. Оно не просто так записано. Его нельзя убрать, потому что оно во всем мире уже завоевано рабочим классом, классовой борьбе. Поэтому невозможно его убрать. Нет такой страны, в которой бы не было права на забастовку. Буржатной страны уже нет ни одной. И забастовочная борьба улучшает положение рабочих, скажем. Всякое улучшение положения рабочих в Европе достигнуто и в других странах забастовочной борьбой. А что такое забастовочная борьба? Не соглашается рабочая сила, организованная, продавать. Рабочие не хотят продавать свою рабочую силу за меньшую плату или за худшие условия. Это же продажа рабочей силы. Если я продавец рабочей силы, то кто определяет, по какой цене я продаю вам рабочую силу? Вот вы меня хотите, мою рабочую силу купить. Кто должен понимать, кто он? Кто продает рабочую силу? Рабочий или капиталист? А капиталист же покупает. А что вы по дешевке продаете? А чтобы не продавать по дешевке, что нужно сделать? Нужно соединиться в некое целое. Правда? Профессиональный союз, он тогда по дешевке не будет продавать. А по одиночке? А по одиночке вы походите, походите. Деваться некуда и продадите свою рабочую силу по дешевке. То есть сама организация предполагает создание профессиональных союзов и их соответствующую борьбу. И партия организовывает эту борьбу рабочего класса. А что, создание советов у нас запрещено? Нет. У нас вообще советы кругом. У нас есть, например, Государственный совет. У нас как называется Высшая палата нашего Федерального собрания? Верхняя палата как называется? Ну, Нижняя палата Государственная дума Федерального собрания. А Верхняя палата? Совет Федерации. Совет. А есть у нас Совет Безопасности? Есть. А на форте есть у нас ученый совет? А вот я могу один совет дать, вы мне другой, вы третий. Будем друг другу давать советы. Это вообще сторона советов. Правда? Ну, Совет – это органы, которые формируются по инициативе самими работниками. Вот у нас работники граждане могут создавать общественное объединение, например? Вот вы можете создать общественное объединение? Да или нет? Можете. Сколько надо человек вам для общественного объединения? Ну, сколько вам надо собрать человек, чтобы это было… Подпадали вы под закон об общественных объединениях. Сколько? Трое или десять? Десять. Будут десять человек, собирайте, придумайте себе устав, название какого-нибудь, скажем, «Желтое солнце». Хорошая общественная объединение? Или друзья диалектики, пожалуйста. Какие еще? Собрались, назвали. Изберите себе председателя, хотите президента, хотите руководителя, его заместителей, устав примите, и все. Регистрация обязательна для общественного объединения? Да. Что да? Нет, не да. Все вы взяли. Не надо очернять нашу капиталистическую действительность. Не надо. Пожалуйста, создали общественное объединение и работайте. Мы студенты за пятерки такое, создать общественное объединение. Если кто будет ставить меньше пятерки, вы там покажите этим преподавателям, что у нас целое объединение создано. Мы вас ослабим на всю страну. Будем в интернете про вас писать, какие вы злые, недобрые, не любите детей. Кушайте детей на завтрак. А вы думаете, надо изучать знания? Это знания, это само собой, конечно, надо для экзаменов. Но еще надо и организоваться. То есть, кто скажет, вот виновата буржуазия. Ну, буржуазия. Почему буржуазия должна бороться, вот если я буржуазия, а вы нет? Почему я должен за ваши интересы бороться? Извините, пожалуйста. У меня свои интересы, у вас свои. Борите за свои, а вы не хотите бороться. За интересы студентов кто должен бороться? Ну, вообще буржуазия должна тоже бороться. Если она хочет, чтобы у нее были люди, которые ее поддерживают, она должна за это бороться. Вот я бы на месте руководства буржуазного обязательно бы вам повысил стипендию. Потому что при такой стипендии вы начнете бороться за другие интересы. Есть опасность, правда? Скажут, это я от буржуазии, мне дают 1480 рублей. Или еще говорят, сами платите. Так что, не нужны, что ли, молодые специалисты в буржуазной стране, что я должен все платить? Это, дескать, вам надо, если вы платите. Да, вы платите, значит, это вам надо. Это ваше личное дело, ваша подготовка специалиста, да? Да, историка. Так, что ли, получается? То есть, поэтому вот у буржуазии тоже есть некоторые недостатки. Она, когда думает о своем господстве, должна думать, что надо привлекать на свою сторону молодежь. Они делают такие заявления, как Дваркович или там Голодец, дескать. А, не надо им вообще платить стипендию, они молодые, здоровые, пусть работают. Чего вы тут сидите, идите, работайте. Примерно так говорят. Это же не просто так, Дваркович, вице-премьер. Голодец, понимаешь, министр. Говорит, вы должны работать. Так есть для этого вечерние. А мы вечерние, говорит, закроем, а вы идите, работайте. Вечерние закрыли. Есть на историческом вечерние? У нас уже нет, наверное, на Филотовском. У вас тоже нету. А вам говорят, идите, работайте. А можете не работать? Если у вас папа, мама работает, пусть вас содержат. Разве так работают с молодежью? Так неправильно, так работают с молодежью. Надо привлекать правящий класс. Если он политику ведет, политику, классную борьбу за завоевание, удержание и осуществление государственной власти, надо привлекать на свою сторону молодежь, а не отгонять ее от себя. Ну, правильно мы с точки зрения понимания класса и борьбы правильно формулируем такую позицию? И наоборот, если он не будет создавать соответствующие условия одним, другим, третьим, соответственно, будет противоположный класс бороться за то, чтобы отобрать эту, создать свою власть. Правильно, это не бывает. В разных странах бывает время от времени. Называется это революцией, да? По крайней мере, России, надо всегда помнить, это у нее уже три революции было, и одна контрреволюция, так что у нее самый большой урок. Есть ко мне вопросы? Нету? Приятно было с вами заниматься. Вы сегодня удачно отвечали на вопросы, в том числе тогда, когда был опрос. Опрос – это опрос. Он выяснял, насколько важно дать определение новое. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Продолжение следует...